Всем привет, друзья! Демка FIFY17 наконец-таки вышла! Знаете, по первому же взгляду Марка Ройса, мне эта игра уже безумно нравится, хотя бы по своему дизайну. Она куда лучше выглядит, чем 16-я, со своими голубыми тонами, а здесь, знаете, так, сочетание желтого и черного просто бомбезное. Фростбайт, конечно же. Демо-версия. Как же ее долго ждали все. Да-да-да, сервера недоступны. Игровой процесс, новые токущие возможности. Так, ювелирный пасы в разрез, мощные удары, переработанные стандарты. Игровой процесс и Антони Марсиаль, который бежит. И FIFA Ultimate Team. Испытание подбора команды. Все, окей. Потом, потом. Все это, все это потом. Я думаю, разобьем несколько циклов мы, собственно говоря, осмотр этой демки. Поэтому давайте начнем с, собственно говоря, того, как сыграем товарищеский матч. И поймем, что все-таки внесли в новую FIFA. Настроил я, наконец-таки, свое управление. И сейчас будем за кого-нибудь играть. Что у нас тут есть? Бавария. Непонятное мне говно. Интер, Ювентус, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Олимпик Леон, Пассажир, Реал Мадрид, Сиэтл, Саундерс, Тигрес, Челси. И все. Давайте, наверное, сыграем за Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити. Все-таки у нас недавно было Манчестерское Дерби. Блин, тут классно выбирается форма. Угу. Ух, Михитарян, Си, 87, песец, ебать. Это убийца. Дахия, 91. Решфорд. Аааа. Какие тут классные парни. Бои, 82, вот это да. И Дармиан, Дармиан вместо Валеси. Мне Дармиан очень нравится. В реальной жизни классный игрок. Ну все. Наконец-таки матч. Я хочу всю заставку посмотреть нормально, полностью. Даже помолчу тут. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед играют на стадионе Челси. Класс. Ибрагимович, Марсиаль. Псец, Ибр похож. Ибр просто вылитый. И издалека, не видите, не кажутся какими-то размазанными. Занэ, Гюндаган, Дебрю и Нагуэру вижу. Клеши. Это что-то понять вообще не могу, кто это такой. Но налито, что ли? Вот этого чувака не могу понять, кто это. Ну и это мы все видели. Поль Погба, 120 миллионов евро. Здравствуйте. Да, это у нас тренер. Все, поехали. Будем лицезреть, что, собственно говоря, здесь поменялось, а что нет. Ух. Первый отбор Погба. Ой, я даже не знаю, на каком уровне сложности играю, но ладно. Пхитарян. И с подкруткой. Ух. Слушайте, мне удара нравится. Уда... Э, так, тихо. Ибру блокирует. Удары очень стали какие-то совсем по-другому. Это сразу же заметно. И посмотрите-ка, корпус. Корпус. Теперь легче корпус ставить. И знаете, пасы. Пасы, они стали какие-то более точные, что ли. Ну, то есть, как бы, мяч, когда ты отдаешь передачу, он такой чувств, что практически сразу прилипает к ноге. И что еще более сразу же заметно стало, что когда ты даешь пас, игрок сразу же на него бежит. То есть, в предыдущих версиях FIFA было очень часто, что когда ты даешь пас, игрок может на самом деле просто стоять. А тут он, как бы, на него сразу же бежит. Это тоже очень классно. Это тоже очень похоже на реальный мир. Так, несколько переводов тут от Манчестер-Сити. И посмотрите, какой точный пас дает Антаменте. Видите, я же говорю, когда дается пас, мяч просто, видите, он как бы прилипает как будто к ногам. То есть, это на самом деле действительно классно. Не как в 16-й, в 15-й было, что даешь пас и он отскакивает от тебя на километр. Как будто ты Павел Погребняк и принимаешь передачу какого-нибудь Романа Павлюченко. Заней Гюндаган, немецкая связочка, добро пожаловать, это английская певерлига. Вот туда, и вот туда на Марсиале. Ох, шикарный пас просто. Бомба. Так, ну, собственно говоря, любимые выносы за пределы поля. Они все-таки остались. Прессинговать, я же говорю, прессинговать стало намного легче ставить корпус. Тем самым, отобрать мяч стало куда проще, чем было раньше. Мне еще и не знаю, что не удается затестить, что я хочу еще затестить, это как пейс работает у нас. Видите, как бы, я просто ставлю корпус и как Багуэра, ну, он как бы убежал, но в этом не так просто убежал. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Что? Духея, что? Вы пофиксили галкиперов? Блин, отдыхил, я только что нырнул за воздухом. Благо, бывает такое. Так, я хочу прочекать, как работают навесы. Потому что что-то многие говорили о том, что навесы возвращаются. И, конечно, прочекать то, как работает пейс. Давай, 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 давай. Мехитарлиан, как бы, не знаю, пояс не очень ощущается, а теперь навесики. Первый гол в стиле FIFA 14, Поль Погба набежал. А, нет, тут же не подбой, это мурсиаль. Но это все равно, это навес на пустую зону. Это, как бы, из любой футбол бы гол. Не то, не то, не то, не могу сказать сейчас чего-то точного про навесы. Как же мне нравятся переводы, слушайте, они просто бомбезные. И прием Генриха Мехитаряна, а-ля армянская школа, Пеп Гвардиола. Вы только что его видели, я, если бы знал, я бы не скипал. Ну, перерыв у нас в первом тайме, слушайте, очень классно, очень классно. Мне пока что действительно нравится эта FIFA, хотя бы своими передачами. Давайте заменим, не знаю, Руни, который не очень заметен. Выпустим легенду Манчестера Руна, это Маркуса Рэшфорда. Посмотрим, как выглядят замены. Все то же самое. А где Маур? Почему мне Маура не показали? Тихо-тихо-тихо-тихо. Подкаты, подкаты совсем другие стали в игре. То есть теперь он никак, ну, как бы, игрок не просто как какой-то тупой предмет падает на поле, а теперь полный их, как бы, с физикой падает. Опа! Уфигаси, сырик Харта. Ну, слушайте, навесы, навесы, по-моему, все-таки не то, чтобы вернулись, как из 14-й, но они стали куда лучше, чем в FIFA 16 нам тут предлагают угловой удар. Перемещайте маркер с помощью вверх и вниз, или лево, или право, поставить его в точку, куда хотите направить мяч, нажмите А, чтобы направить мяч по высокой траектории. Вау. Слушайте. Вау, сушите. Солон, отсюда. Подавай. Вот. А вот угловые, если честно, но я что-то пока что не очень доставляют. Угловые какие-то дурацкие. Мне вот это не совсем... Как бы нравится, снова вы видели Папа Гвардиола. Пау. Ибра выше крыши. Ну, переводы, переводы классные в игре, сразу же говорю. То есть, скорее всего, я буду использовать их активненько. Ну-ка. Вот здесь. Пау, 2-0. Изи. Золото. Золото на Барсиаль. А второй моим голод сегодня. Генрих Китарев, шикарная подача. Пау. Ближний 3-0. Маркус Рэшпорт это. А нет, это снова Барсиаль. И танец Стариджа. Ну что же, матч закончен. Хотя бы потому, что я увидел в демке, я могу сказать. Игра мне безумно понравилась. Выглядит она действительно очень классно. Физику совершенно поменяли. Фрост Байт, видимо, серьезно. Наверное, этим запарились. И выглядит действительно все очень и очень классно. Пассы. Как вступаешь в отбор. Действия игрока после отбора. Он не остается лежать на поле. Он сразу встает, поднимается, быстро бежит, бежит, бежит. Дальше прессинговать. Вот это супер. Вот это класс. Ну и, не знаю, навесы. Вроде бы, вроде бы, что-то такое есть. Собственно говоря, на этом заканчивается первый ролик из блока роликов по FIFA 17 демо. Собственно говоря, всем спасибо и всем пока.